МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3 июля вся Беларусь отмечала свой главный праздник – День независимости. Праздничные мероприятия в Барановичах начались с митинга памяти. В честь векового юбилея со дня образования прокуратуры Беларуси в городском доме культуры состоялось чествование прокурорских работников Барановичей. В Барановичах завершился 21-й республиканский смотроконкурс профессионального мастерства сотрудников ДПС ГАИ. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «О вести Барановичи». Россия отменяет ПЦР-тесты для граждан Беларуси при въезде авиатранспортом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются. Необходимость предъявлять ПЦР-тест для граждан Беларуси при въезде в Россию с железнодорожным и автомобильным транспортом была отменена российской стороной ранее. 3 июля вся Беларусь отмечала свой главный праздник – День независимости. Праздничные мероприятия в Барановичах начались с митинга памяти у Вечного огня. В церемонии приняли участие руководство города, представители депутатского корпуса, общественных организаций, силовых структур, духовенства, трудовые коллективы, ветераны, молодежь. 3 июля вся Беларусь отмечала свой главный праздник – День независимости. Праздничные торжества начались в Барановичах с митинга памяти и возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям, которые в далеком 1944 году принесли долгожданную победу в наш город. В церемонии приняли участие руководство города, представители депутатского корпуса, общественных организаций, силовых структур, духовенства, трудовые коллективы, ветераны и молодежь. Они почтили память павших минутой молчания. Мирные залпы разорвали звенящую тишину. Примите самые искренние поздравления с главным праздником страны – Днем независимости Республики Беларусь и 78-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля – исторически значимая дата в судьбе нашей страны, ставшая символом свободы и мира. Мы отдаем дань уважения героизму и стойкости солдатам, самоотверженной борьбе подпольщиков, партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал наш любимый город и страну из руин. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что Беларусь состоялась как суверенное и независимое государство. Но все мы знаем, что путь к становлению белорусской государственности был очень непростым. И, как сказал наш президент, независимость – это величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. День независимости – событие, занимающее важную страницу в истории страны и в биографиях героев освобождения. 3 июля – это дата, напоминает о том, какой ценой досталась нашему народу независимость, подчеркивает ее ценность и заставляет задуматься о будущем. Это символ единства и сплоченности, преемственности поколений и уважения традиций. Уважаемые друзья, от всей души поздравляю вас с Днем Независимости. Желаю крепкого здоровья, добра, мирного неба, новых достижений и побед на благо нашего города и любимой Беларуси. Беларусы свято чтят память героев, положивших свои жизни на алтарь победы, отдают дань уважения тем, кто возродил Беларусь из руин и пепла. Мужество, беспримерный героизм и несокрушимая вера поколения победителей всегда будут примером верности долгу и бесконечной любви к Родине. 4 июля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» стартовал автопробег, посвященный союзному государству. Участники автопробега проследуют по местам освободительной операции «Багратион» и к 7 июля прибудут в Москву. Организаторами автопробега выступили Брестский облсполком, Березовский райсполком и общественное объединение Брестской области. В честь векового юбилея со дня образования прокуратуры Беларуси в городском Доме культуры состоялось чествование прокурорских работников Барановичей. Прокурорские работники были отмечены благодарностями и наградами за добросовестное исполнение служебных обязанностей, внесенный личный вклад в дело укрепления законности и правопорядка. В честь векового юбилея со дня образования прокуратуры Беларуси в городском Доме культуры состоялось чествование прокурорских работников Барановичей. Среди почетных гостей мероприятия были председатель горесполкома Юрий Громаковский, парламентарий Игорь Хлобукин, руководители смежных ведомств и силовых структур, ряда организаций и предприятий города и района, ветераны органов прокуратуры. К коллегам обратился Барановичский межрайонный прокурор Александр Корлюк. От того, насколько эффективно работает прокуратура, зависит вера людей в справедливость и правду, в способность государства защитить свои интересы, а также права, честь и достоинство каждого гражданина. Юбилей – это не только торжественное событие, но и повод для оценки проделанной работы. К своему первому вековому юбилею органы прокуратуры подошли достойно, эффективно выполняя поставленные задачи и, что особенно важно, получив высокую оценку главы нашего государства. Почти за столетний период в Барановичской прокуратуре проделана огромная, тяжелая и кропотливая работа, которая, несомненно, дает положительные результаты. Прокуроры не раз доказывали преданность Родине, закону, приверженность высоким нарастным идеалам. Во многом благодаря усилиям прокурорских работников, четко налаженному взаимодействию с органами местной исполнительной власти, грамотной координации работы всех правоохранительных органов, состояние правопорядка в нашем регионе является одним из самых стабильных Брестской области. Вот уже сто лет органы прокуратуры Республики Беларусь свято стоят на страже закона. Со дня своего образования надзорный орган вместе со страной переживал периоды становления и развития. Прокуратура пронесла все тяготы военного времени и послевоенные разрухи. Формирование правовых устоев общества – это ежедневная кропотливая работа многих поколений сотрудников прокуратуры. Сегодня коллектив Барановичской межрайонной прокуратуры насчитывает два десятка работников. Они играют важнейшую роль в укреплении белорусской государственности, в защите конституционных прав и законных интересов наших граждан и государства. Слова благодарности виновникам торжества адресовал глава города Юрий Громаковский. От качества вашей работы во многом зависит стабильность, социально-экономическое развитие региона и просто вера человека в закон. Наша прокуратура внесла существенный вклад в расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Примите искренние слова благодарности за вашу преданность стране. За вашу отличную безупречную службу, за верность присяге когда-то данной и верность когда-то выбранной профессии. История органов прокуратуры Барановичского региона берет свое начало с 1939 года после воссоединения Западной Беларуси с Белорусской ССР. Была образована прокуратура Барановичской области с центром в городе Барановичи. После надзорное ведомство еще не единожды меняло свое название, но не функции. Это в своем выступлении отметил парламентарий Игорь Хлобукин. Надо быть специалистом высокого класса. Не каждому юристу дано работать в прокуратуре. Это, конечно же, отнимает уйму времени. И я уверен, что всеми с пониманием относятся к вашей работе, потому что вы этой работой живете. В этот день была презентована книга «Дорога справедливости». Она увидела свет благодаря инициативе Барановичского межрайонного прокурора Александра Корлюка. Книга знакомит читателя с историей Барановичской прокуратуры, начиная с 1944 года. Тираж издания – 60 экземпляров. Приобрести в магазинах его не получится. В честь векового юбилея прокурорские работники были отмечены благодарностями и наградами за добросовестное исполнение служебных обязанностей, внесенные личные вклады в дело укрепления законности и правопорядка. В Брестской области для отдыхающих на пляжах проводят мастер-классы по спасению людей на воде. Взрослым и детям показывают, как пользоваться спасательным инвентарем, который обязательно должен быть на пляже. Специалисты учат людей правильным способом спасения на воде и оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Такие мероприятия работники освод будут проводить на пляжах постоянно. Кроме того, во время рейдов сотрудники милиции за купание в запрещенных местах оштрафовали более 70 человек и более 90 за распитие спиртного на пляжах. На водоемах Брестской области в этом году утонули 42 человека, в том числе 13 с начала купального сезона. В Барановичах завершился 21-й республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Участники смогли проявить свои способности в знаниях ПДД медподготовки, проявить свои профессиональные навыки в разрешении конфликтных ситуаций. Самыми яркими конкурсными этапами стали ручное регулирование и скоростное маневрирование на легковом автомобиле. Кому достались лавры победителя, узнаем в нашем следующем сюжете. В Барановичах завершился 21-й республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. На протяжении 4 дней 40 сотрудников со всей страны состязались в различных конкурсах за звание самых лучших. Участники смогли проявить свои способности в знаниях ПДД медподготовки, проявить свои профессиональные навыки в разрешении конфликтных ситуаций. Самыми яркими конкурсными этапами стали ручное регулирование и скоростное маневрирование на легковом автомобиле. Как проведению 21-го конкурса, смотра конкурса профессионального мастерства, так и всей истории проведения этих конкурсов, я могу поставить высочайшую оценку по той причине, что вместе с проведениями этих мероприятий растет профессиональный уровень наших сотрудников. За прошедшие 20 лет те успехи, которые достигнуты Госавтоинспекцией в сохранении жизни и здоровья людей на дорогах нашей республики, это результат в том числе и повышения мастерства наших сотрудников. Оно растет. И на сегодняшний день мы можем смело говорить о том, что сотрудники на дорогах республики, мягко, ненавязчиво, выполняя свои обязанности, обеспечивают тот уровень безопасности, который мы сегодня имеем. В командном зачете на пьедестал почета вновь первыми поднялись минчане, вторыми стали сотрудники стрела, замкнули тройку лидеров представителей Гродничины. У нас участие было это показать себя, посмотреть на других, поделиться опытом, ну и набраться опыта также, потому что есть члены команды новые в этом году впервые выступающие, которые тоже как бы учатся всему. И вообще вот эти все мероприятия, это постоянно учеба, учение, тренировки, и каждый раз совершенствуемся, узнаем что-то новое, практикуемся во всем. Ну и условия различные, каждый раз в другой регион, другие условия, другие, и грунт другой, и трасса другая, и погодные условия, как бы то же самое, на выносливость приходится работать. Как сообщалось за последние 15-20 лет, Беларусь стала мировым лидером по снижению смертности и аварийности на дорогах, и это не случайно. Таким цифрам также способствует проведение такого рода мероприятий. Побывав на этом конкурсе, вы должны приехать и своих сотрудников, которые рядом с вами будут находиться, подтягивать. Не забывать то, что вы готовились к этому конкурсу, не забывать все вот эти приобретенные навыки, а развивать их ежедневно. Потому что, ну, все то, что приобретено будет и, соответственно, в дальнейшем не будет развиваться, оно будет уходить в небытие. Помимо кубков, дипломов и медалей, победители получили также служебный автомобиль «Джили». Централизованное тестирование по математике на 100 баллов написали 105 абитуриентов. Сертификаты основного этапа ЦТ абитуриенты начнут получать с 14 июля, пройдя испытания в резервные дни с 21 июля. Участник ЦТ может забрать его в пункте, в котором проходил испытание. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ об образовании и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Последний при этом изымается. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»